Это похоже на какую-то жижу. Ёб твою мать! Ёб... Здарова, сынок! Всем баба рады, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Батя Вернулся с войны. Вот он, Батя, смотрит злобно на тебя, фыркает. Мы продолжаем играть с тобой в God of War, потому что многие очень в комментариях сказали о том, что игра им понравилась. Я думал на самом деле, что она вам понравится, но я не ожидал, что настолько. Прошлую серию очень многие люди одобрили, я надеюсь, и в будущем вам будет нравиться. Блин, да, может быть. Вот, поэтому мы с тобой продолжим. Очень многие в комментах написали о том, что Андрюха, нам очень не хватает каких-то более долгих игр, и я на самом деле рад это услышать. Я на самом деле очень рад, что ты мне об этом сказал, потому что мы можем, конечно, с тобой проходить индюшки, но хорошо бы... Чё ты там выглядываешь? Хорошо бы нам с тобой и проходить более долгие игры вместе с этим. Решил сделать грин-скрин, потому что с грин-скрином, я думаю, повеселее, поинтереснее, по ламповее будет. Сынок, нормально всё? Я тебя подхвачу. Ну, ты какой хороший, сам справляется, родной. Люблю тебя. Вот, поэтому мы с тобой продолжаем. Вот, в прошлой серии мы с тобой... Дрались с каким-то парнем, который пытался отобрать у меня сына. Мне это не понравилось, поэтому я его убил. А, здорово! Поехал! Давай! Делаем косплей драки бомжей у тебя под окном. Просто кулаками в его дубасе добивающий. Понюхай дерево. Это мудило. Да, конечно, я его сделал, и он не сомневался. А, бабка! Бей бабку! Бей бабку! Бабка это... Бабка это зло. Бабку это бей. Бабка надо убить. Бабка это плохо. Бабки должны умирать. Иди! Иди, нет! Они очень жёсткие просто, бабки эти. У них жизни много, они уворачиваются от моих атак, и я не могу ничего с ними из-за этого поделать. Спокойно. Стреляй. Хорош. Давай, сынок, продолжай. А! Бабка меня колупает своим этим... Инвалидной коляской своей. Она едва... А! Меня, блядь, трогай, сына не трогай. Ай. Ладно, я получил за сына по щам, но нормально всё. Давай, добивай, добивай бабку, добивай ещё и бабку. Бабку добивай. У вороты. Хорош. Бабку надо добить, бабку надо добить. Твоё место на кладбище, бабуся! Я тебе уже купил. Тихо! Используй, используй, используй. Крик! А-а-а! Давай! Уработал бабку, чувствую себя прекрасно. Теперь её внучат сейчас тоже. Задубашу и буду чувствовать ещё себя лучше. Ещё один живой, да в смысле? Подножечка. Хорошо. У ворот. Ой, вот это плотный пиздец. Не трогай мою кровинушку. Балат, там ещё один. Плюющийся хероборой. Налови. Побежал, побежал, побежал. Раз. Что-то бы набрал! У ворота. Спокональник. Добивающий. Хорош. Давай, давай. Тихо. Кулаками. Тьфу! Похребту его, ну! Как напряжённо, слушай! О, куда улетел? Ладно, улетел. Он улетел вниз просто. Опа! Способность! На! Ай! Сын, стреляй! Ёб твою мать, сын! Бать! Я готов! Ну, конечно, ты готов! Ха-ха-ха-ха! Я готов! Бам! Ха-ха-ха! Прости, сын! А-а-а! Давай, как мужики! Как мужики! Оп! С кулаками! Пошёл, пошёл, Дарк Соус! Урабатывай, урабатывай, урабатывай! Неси его, неси его, как дерево! И... Сейчас было очень сложно. Это не всё. Меня чуть не убили, сын, трижды! В смысле, мы легко отделались! Ха-ха-ха-ха! Мы легко, говорит, отделались! Да, конечно! Так, как тебе? Атрей! Окей! Окей, Атрей! Там один парень улетел просто под землю, ты видел? Ладно, поехали! Ооо, это было сложно сейчас. Что такое? А, это мост. Так вот, я очень рад, что тебе зашла игра. Это прям кайфулинг. Кайфулинг. Потому что я на самом деле... Оп! Отлично! Я на самом деле тоже с тобой согласен, что нам нужно проходить больше каких-нибудь игр на прохождение тоже. Потому что игры на прохождение... Конечно, всякие индюшки-харарюшки, это интересно. Но игры на прохождение... Это сюжет. Значит, здесь сюжет очень прикольный. Мне прям нравится. Пока что, вот, все, что я играл, плюс пока я монтировал предыдущее видео, я его пересматривал. Это было крайне интересно. Мы с моим сыном продолжаем идти к тому, чтобы развеять прах моей жены и его матери. Думаю, трупы сын. А, или босс. Бля, это мужики! Бля, это мужики воняли. Зачем? Ебать, они людей едят! Не, мясо это они, сын. Ну давай. Он же говорил, что с людьми я дерусь сам. Давай с кулаков тогда вас. Кто такой Гунтер? Да, я его убил. Блядь, сын, прости, пожалуйста. Вошел врач. Что ты там, огненный до хера? Еще раз. У кого-то еще ко мне там какие-то претензии? Что спрятался? Ну-ка. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Да, спокойно. В смысле? Ты куда? Во. Так, ладно, хорошо. Так не работает, тогда я к тебе поднимусь. А, я к тебе не поднимусь. Эй! А ну спускайся! Давай драться честно! Ладно, ливо. Ёптую. Кстати, в комментариях. Ладно, сейчас. Сука, сына положи! Сына корзина, ножом зарезал мужика. Молодец, сынок. Бой. Нормально ты? Блин, для сына это, наверное, жесткое потрясение. Он в первый раз убил человека. Мне нравится, как показывают переживания Кратоса за своего сына. То есть он притворяется таким ходнокровным, но на самом деле переживает о нем и пытается быть хорошим отцом, по крайней мере. Но трудно быть хорошим отцом. Бой свое сердце. Идем. Нам предстоит. Ты заебешь меня! Стоп, они превращаются в монстров? Трудно быть хорошим отцом, когда все, что ты знаешь, это смерть. Понимаешь, да? Трудно рождать новую жизнь, когда все, что ты видишь в своей жизни, это убийство. Ходоки? Поехали. Ну, как раз вас кулаками надо, Дубасик. Так, я способности не могу использовать. На них. То есть у меня без оружия нельзя использовать оружие. Давай, давай, давай. Оп, у вороты. Добивающий. Пошел. Сюда. Шныга. Так, я понял. То есть, когда люди умирают, они превращаются... Они превращаются, видимо, вот в этих типа ходоков. А почему это вообще происходит? Это поклятие какое-то божественное у них? Или что-то такое? Ну, я думаю, мы узнаем по сюжету. Своего хотел зарезать? Да я с ним сам разберусь. Спасибо. Бам. Так вот, для нашего сына это прямо сейчас очень жесткое потрясение. Прикинь, ты всю свою жизнь... Да ты даже никого не убивал, на самом деле. Уже даже на охоте не был, не пойдем. Ничего, сынок. Я тебя научу. Я тебя всему научу, родной. В комментариях многие говорили, что на самом деле иметь такого отца... Они вернулись. Все кончено. Уже нет. Давай уйдем. Пойдем, сын. Когда соберись, надо искать выход. Пойдем, сын. Это цепь. Да ладно. Правда, что ли? Вот. Пошел. А, вот. Опусти цепь. Многие говорили, что очень тяжело на самом деле иметь такого сына, как Кратос. И вообще я с вами согласен. Я с тобой согласен полностью, потому что такой хладнокровный и не говорящий ничего хорошего тебе, отец, это тяжело. Но потом мы с тобой, я думаю, увидим. Потому что по тому, как он хотел его тронуть, как он хотел о нем позаботиться, он беспокоится о своем сундучонке-внучонке. Так что... Я пока по это раздавлю трупы людей. Сын. Писец, он поломанный. Слушай, ну хорош, но поубивал ты пару людей. Цепь. Да, цепь. Сын, тебе придется делать это еще много раз. Привыкай. Такова жизнь. Родной. Ты ушел в свои мысли. Не думай. Он бы тебя убил. Вот именно. Сын. Такова жизнь. Или ты убиваешь, или тебя. У нас не было выбора. Что такое? Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Я на слабо решил взять. Ой, нет, я не сдался. Я справлюсь. Я просто... Мне надо, ну, отдышаться. Отдышишься, когда побежим. Поднимайся. Я готов. Давай. На слабо просто решил взять своего сына. Не, ну... В принципе, я на самом деле тут с Кратосом согласен. Понимаешь, есть, конечно, ситуации, когда... Ну, блин. Убивать людей плохо. Давай сразу решим. Да? Но при этом есть моменты... О! Мой топор там был. Есть моменты, когда тебе все же это необходимо. Когда ситуация этого обязывает. Когда этот человек... Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Вот именно. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Тебе нужно стать мужчиной. Вот так вот. Я понял. Ой, как красиво. Видишь, он заботится о нем. Потому что то, что он говорит, это правда. Кто? Кто? Куда я иду? Я иду туда, не туда? А ну, подожди. Он пытается там к женщину какую-то поднять или что? Или это его кобыла? Ну-ка, сын, пойдем. Посмотрим. Я не понимаю, где сюжет? Куда мне идти, чтобы сюжет не найти? Я хочу посмотреть немножко больше локации. Мужик, ты чего? Мы нашли хоть одного человека, который нам что-то хорошее несет. Ты кто? Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Еще поможем. Не знаю. Сын, откуда ты такой умный? Пойдем посмотрим. Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Так. Бросил. А, туда, туда, туда. Окей, это березки. А ну съебу оттуда, чтобы там не было. Там лось, наверное, какой-нибудь, да? Ты был прав. Молодец. Хорош, сынок. Держись с тобой. Слышь, ты, блядь, будешь унижать моего пацана? Сам пацаном быть перестанешь. Котина не спрашивала, а ты ее не спросил. А твое? Рог. Вера Логан. О, да ты и со зверьми разговаривать умеешь? Слушай, у меня сын очень талантливый. Слушай, ты мне, конечно, не поверишь, но... Это твой топор. Его я лично сделал. Вместе с братом. Да ладно, а я его откуда взял? Один из лучших. Смотри, никому не давай его чинить, кроме нас двоих. Дай. И надо умею чинить. А то ведь так напортить можно. А-а-а, ну это да. Блин, ты такой забавный, такой карлик. Такой смурфик. Ты хочешь мне поточить? Ну, что скажешь? Ну давай. Ты прав. Поточи. Я тебе не верю. Идем, сын. А почему я не знаю? Внизу рукояти есть руна по форме, как вилы. Так в смысле, я к тебе спиной стою. Ну, дикор, пикет в тумбар бакру. Я же тебе спиной стою, ты сам это видел. Это было наше клеймо, пока мы с братом не разбежались. Вот у меня его половина, видишь? А-а-а. Ну ладно. Откуда я взял этот меч? Ой, топор. Ля-ля-ля-ля-ля. Смурфик недовольный пошел. А где вторая половина клейма? У брата. Это у нас, походу, продавец будет. Хорошо. Это у нас... Здесь добро пожаловать в лавка гномов. Брок дал вам замерзшее пламя. Это очень редкий ресурс. Различные ресурсы можно использовать. Выберите левиафан. А, я могу улучшать еще и нож. Здесь увеличены характеристики. Степень опасности Кратоса. Степень опасности. Сила рун. Увеличение рун. Когда характеристика по-своему влияет на игровой процесс, нажмите Б. Я понял. Блин, кайфово. Ресурсы, требуемые для улучшения. Ха, чтобы улучшить. Че это дает? Левиафан. Успешное улучшение. Доступны навыки, новые способности. Вы улучшили... Ну я догадался, что... Слушай, я знаю, что такое игра. Щелкните мышью, чтобы перейти в другие создания предметов. А, я могу себе еще... Ха-ха-ха. Я могу броню. Так в смысле? Я хочу ходить голым. Голым ходить прикольнее. Так, на плечнике больше урона. Немного повышает силу. Мы можем больше защиты себе взять. Можем больше урона себе взять. Давай больше урона. Потому что по щам получать я и так не планирую. Своим напором денек продержится. Хорошо. Спасибо. Так, взяли. Я могу сделать другое оружие, если хочу. Броню отрея. Нет, сын, а ты без брони будешь ходить. Вот так вот тебе. Я могу улучшать свое оружие тоже. Больше урона от стрел. Это для нашей шныги мелкой. Больше защиты могу сделать. Ну я понял. Давай я улучшать буду свою шныгу мелкую. Потому что у меня мой родной, моя кровинушка. Она стреляет, она полезная. Пусть она всех стреляет. Хорошо. А что мы еще тут можем? Мы можем продавать, покупать потерянные предметы. Блин, кайф. Мне это напоминает резидентуру, как мы с тобой играли. Кто там? Ебать, здорово. Сын! Стреляй, сын! А, вы, вы оба спрятались. А, ну спасибо, сынок. Вот это ты, конечно, помог, батя. Спасибо. Добивающий. Поехали. Да давай, ну! Да бей! Раз. Два. Побежали, побежали, побежали. Сейчас принесу вам повесточку. Ха-ха-ха. В смысле, а что ты выжил? А что ты выжил? А что ты выжил? А он разве не должен умирать? А, его надо в стену, чтобы он умер. Ну тогда я тебя просто так зарежу. Да ладно тебе, это не больно. Оп, готов. Добивающий. Приемлемый. Чего-чего-чего? Нормально все. Не надо там за меня переживать. Я, мать твою, воина, не хер с горы. Сделай. Раз. Даже не сработало, это странно. Раз. Вот так вот будет. Сука. С каждым. Ну конечно. Сын. Дверь к себе. Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары? Да я ж уже посмотрел. Отстань от меня. Сынок, я тебе что скажу? Никогда ни в чем не уверенным не будь. Я уверен, что у тебя все получится. Как бы там ни было, у тебя всегда точно все выйдет, родной. Я верю в тебя точно. Все зависит просто от твоих усилий. Поверь мне. Куда я иду? Куда я иду? Сын, ты знаешь куда я иду? Батя твой не знает куда я иду. Куда я иду? Куда? Ладно, давай пойдем вниз. Я даже не заметил. А, я тоже. Если честно. Новый набор артефактов. Я нашел маски. Но тут это походу просто собирательные ресурсы, которые ты можешь собирать. И это тебе что-нибудь даст. Что-нибудь полезное, что-нибудь не полезное. Ладно, пойдем туда. Столько вещей, которые мы можем с тобой посмотреть. Куда-то пойти. Что-то куда-то туда-то. Идем. Пойдем. А мы еще его увидимся, да? Хе-хе. Сраная благодарная. Ну че, погнали, сын. Но я могу это открыть. И мы можем потом туда вернуться. Ну давай у нас задание идти к горе. Пойдем к горе. Ты бросил меня в бою. Уебок маленький. Люди это одно. Со всеми прочими ты сражаешься. Пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. То есть, сын, ты просто взял и кинул меня. Меня мудохал этот здоровенный хрен. Не понял, что такое. Ну-ка давай. Ой-ой-ой, загадочки пошли. Еще раз. Еще раз. И вот так вот. Конечно, выглядит замачиваться. Еба. Поехали. Разминаем, разминаем. Я понял тебя. Одного парня я там вниз улетел, другого парня я порвал. Научи меня этому. Да чему тебя научить? Пока все, что ты делаешь, это убегаешь от меня, когда мне нужна помощь, сын. Чему тебя там вот научить? Ну вот серьезно. Кто еще остался? А что хватать? Ну-ка, блядь. Пошли нахер от моего сыночка. На. Я какая-то как сумасшедшая мамаша, знаешь. Не трогай моего сына. Пулемок. На. А шо это такое? А шо это за дырка? Оу. Погоди, я сюда могу забраться. А я знаю, что надо делать. Возвращается на место. Подожди, сын. У меня тут что-то халявное появилось. Опа. Опа. Нормально. Че это? А, это, наверное, просто серебро у нас, да? А, это сталь. Полезно. Что? Да. Вот что? Да. Че ты его ебываешься? Сын. Сюда. Я думаю, что надо вот так вот сделать. Он опускается. Да они еще не опускаются, успокойся. А шо это там вверху? Так, я могу сюда прийти, если захочу. А, я понял. Нормально все. Все круто. Так, нам нужно здесь с тобой найти руны, по которым надо шарахнуть. Еще раз. Быстрее, Кратос! Хорошо. Один готов. Сюда. О, вот это мне нравится. Вот это мне нравится. Такой, знаешь, более напряжный момент. С которым нужно просто торопиться. По-любому одна руна там. Внизу. Нет? В смысле нет. А где еще? Так, сюда я залезть не могу. Но я могу залезть наверх, туда. Давай дверь. Еще раз дверь! Еще раз дверь! Хорошо. А куда сюда? Тебе не рано? Ну ладно, Кратос своего сына, конечно, пытается с ним не играться. Вот в эти вот ваши дурацкие игры. Почему я не устал? А я вообще, в принципе, никогда не устаюся. Уставать это для слабых. Сильные просто со всей силы отдыхают. Так. Ага, 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 ага. Ага. А как? Так, ладно, давай мы не будем сильно много на это тратить времени, я думаю, да? Ну чтоб мы с тобой полгода здесь не бегали. Хотя, почему бы и нет? Я хочу. Где еще руны? Руны должны быть рядом, по идее. Я думаю, там вот есть какая-то руна. Сейчас, подожди, подожди, сын. Спокойно. А, я знаю. Пусть оно опустится вниз. И после этого мы сможем, я думаю, все это активировать, да? А мы сможем потом поднять? Да, сможем, 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 нормально. Это очень напоминает принца Персии, знаешь, когда мы с тобой... Все какие-то там загадочки, вот это вот всего. Мужик, че ты тут отдыхаешь? Я у тебя заберу, тебе это не надо. Вот это находка, да, ты прав. Не, в смысле? Подожди, 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 подожди. А как мне туда забраться? Отсюда, да? Ага, найс. Я не дам нам погибнуть. Вот так вот. Так, здесь я был. Вот это вот как раз то место, где мы с тобой сейчас были. Ей это, чтобы спрыгнуть. Спрыгать нам не надо. Спрыгуй, спрыгуй. Не надо. Ага, вот она еще одна руна. А в смысле? А как по ней попасть? Так, ну ладно. По этой руне мы с тобой поймем, как попасть, наверное, как-нибудь надо с другой стороны или снизу. А где еще одна? Одна наверху. А, во. Бам. Ну, осталось вот это вот. Хе-хе-хей. Би факен брей. Вы думали, у меня не получится? У меня все получится. Алло, здорово. Открываемся. Тут, наверное, у нас с тобой еще одно яблоко. Блин, очень напоминает Принца Персии. Рог меда крови. Для увеличения максимальной ярости. Сердце того, кто отведает меда крови, наполняется неукротимым гневом. Девять рогов этого меда спрятаны в сундуках. Ярость Кратоса будет сильнее. Ладно. Он точно мертв, сын. Я просто проверял. Не могу. Смог. Хорош. Так мило. У меня сын, как маленькая обезьянка, знаешь, бегает. Ух ты. Никогда не был так близко к горе. Огромная. Согласенцы. Мы разберемся туда. Жаль, мам, меня увидит. Ну, да. Пойдем. А, нет, давай, давай, Кратос, давай, 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 давай. Я думаю, что он должен... Он рано или поздно преодолеет себя, я думаю. Хороший отец должен знать, когда нужно показать сыну сострадание, когда нужно показать сыну любовь, когда нужно показать сыну строгость. Ты, может быть, со мной не согласен, но, как бы, я немного имел опыт воспитания с детьми. Здорово, тебе это не надо? Отдай. Вот. Что это такое? Мы нашли зловещие маски в опасном месте. Надо поискать похожие. Вдруг кому-то захочется их купить. Я понял. Немножечко имел опыт воспитания детей, просто. Блин, ты можешь со мной не согласиться, но нужно быть строгим. Особенно с детьми. И достаточно часто, на самом деле. Сын! Смотри, тут начертаны руны. А что написано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним? Ну, одному не быть таким. Загадка. Ага. Ну, надо, наверное, объединить. Мне кажется, надо все это вот повернуть, чтобы получилась одна какая-то фотография. Но я пока вижу, как вот это вот. Я могу это зацепить внутри, окей. Двигать я их так не могу. Возможно, эти кольца должны вращаться. Возможно, сын, обосраться ты умный, конечно, да. Пошли смотреть тогда. А, вот, все, я нашел. Все ясно, сын. Все ясно. Это зугадка. Ага, я понял. А-а-а-а! Ёбен-бобен. Нам, короче говоря, с тобой нужно зацепить их так, чтобы получился один рисунок. При этом нам нужно каждый из них по одному держать вот так вот. Держим. Поехал. Хорошо. Номер раз есть. Тихо, тихо, тихо. Надо последний сейчас подержать. Последний, последний, последний сейчас надо подержать. Давай, 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 давай. Еще немножко. Опа! Все ждем. Все ждем. Просто ждем. Идеально. что непонятно тебе мальчик что нам говорят руны семья доминик таретто это не подсказка ответ из одного не выйдет смотри да напишите руны ножом на песке вау вау сын без тебя бы я просто расхерачил бы эту гору а ты умный у меня хорошо те же на вырастила даже жалко что она того пойдем че уже заебал позади меня тоже уже достал родной так тут у нас какие-то намеки что-то нарисовано везде видишь какие-то намеки какие-то руны везде кстати говоря какие-то руны а еще одна маска хорошо так дальше не могу пойти но тут везде нарисованы походу этот мужик пытался либо повесить себя либо добраться до этой маски а наверное он спустился сюда при помощи каната ну и собственно упал сломался и умер грустная смерть от голода холода во влаге мерзкости на раздавлю тебе дрова сын что такое что ты делаешь что ты делаешь сын пойдем давай мы не будем об этом париться так факел очень удобно лежит что за животное ну давай может кабан не знаю но я найду людей пиздуй важно не терять свои навыки отрабатывать отрабатывая хлеб сын чет как-то не кабан сынок чет как-то вообще ни разу не кабан а я тебе просто вот так вот с расстояния застреливаем его застреливай застреливай так ладно давай поехали разбираем а подожди тут еще один мужиков людей надо кулаками людей бьем кулаками они не должны умирать насколько это возможно ты будешь использовать способность какую-нибудь нет алё вот так давай 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 у меня кстати говоря есть возможность использовать ярость поехали по коленочкам по коленочкам по коленочкам его еба ты танцуешь все готово ай да ладно тебе оп не будет такого а опасался так ладно понял тебя еще раз удар не понял а кто по мне с другой стороны доставляет ой что происходит то что не видишь с кем я тут дерусь ебанашка таксин держись 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 еще один людей кулаками монстров оружием хотя мне кажется после такого удара он все равно не выжил если честно добивай 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 лечение нужно лечение 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 хорош раз давай успел у ворот ага понял у ворот от этого не работает да хорош ладно лечение 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 ты используй крик о мне ничего не нужно сэн я просто его по коленочкам сейчас накидаю и готово будет все хорошо устал дебил больно тебя мать твою пошел вон вот так готова добивающим стреляй 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 стрель и поехали на стоечку тебе молодежь и готов не уверен что это было правильно с точки зрения физики но смысле один а что у тебя там сзади летит да сын привыкаешь ко всему сильная руническая атака сокрушительная атака по площади которая наносит урон всем удерживайте q плюс z кстати говоря да я научился пользоваться уже этим вы надели чары в броню гнездо для чар символ неотступности при вот с этими гайдами не совсем понимаю как все работает на самом деле сильная руническая атака наковальня сокрушительная атака по площади для какая q плюс z это очень хорошо так что там такой сын опять у нас тобой сейчас загадочки пойду написано норн норн судьбы судьбы одни доброжди да мне ищи мне ладно выглядит так будучи что-то криповое оттуда вылезет так смотри я три нашел одну не знаю за мной антре хорош там наглядываться что ты там вот это нашел конечно видок хороший но нам нужно с тобой двигаться все понял не смотри это раз раз два побежал 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 три выглядит так будто меня чё сбоку какая-то здоровенная шныга съест о еще одно яблоко легендарный предмет скоро у нас здоровье с тобой будет больше пойдем сын в пизду все своим буду кулаками драться мне интересно если мы от него далеко уйдем он исчезнет ой прости труп не хотел никогда не надо извиняться и добычу я не слышу впереди твою добычу реально кабан хрюкова там слышу давай 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 твоя первая добыча сынок ты сам сможешь теперь не спеши не спеши натягивать до груди до груди бана толстая шкура надо чтобы полностью прошло прошила полностью я попал вообще-то он выглядит действительно как волшебный сам как думаешь на вид это очень странный кабан тогда гоняй он дает возможность своему сыну развиваться самому вот это круто то есть он не говорит сыну да он волшебный или да сын ты дебил он говорит а как ты думаешь развивает у сына мышление потому что воин его мне показалось только что летал сын будешь летать и будешь магию использовать при мне я тебя угон душу что-то другое у тебя только что по голове прилетел топор глаза одина вороны ну да один всегда при помощи ворон наблюдал по этой по мифологии наблюдал за миром вокруг него то есть у него были вороны и вороны это люди сын странные дохлые твари это люди он наблюдал за всеми при помощи ворон то есть вороны были его глазами поэтому убив ворону мы собственно убили глаз одина надеюсь ему было больно потому что я его в результате должен убить наверное учитывая что с богами у меня не очень хорошие взаимоотношения ты погиб как воин но теперь к сожалению тебе это не надо извини за то что я тебе ягодицей в лицо тыкаюсь это надо это мой спартанский обряд почета дерево рубить не умею ладно сын деревья это мой самый большой враг иди нахуй ты не понял что ли разминочный 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 ты заметил что первый враг нападает всегда вот эта шлига потом начинаются другие то есть вот это буквально разминочный находится человек ничего не сделал а за чтобы 갖고 осталась один из песен нужно слезать вот отдохни устал же нужно отдых говорит пойдем умный гору не пойдет умный гору поднимет о вон у кабан кстати попробую еще раз ой молодец какой как думаешь попадет промахнется давай родной молодец и горжусь тобой я тобой горжусь топ у тебя упал нож побежал выпучив глаза побежал добывать своего кабана чтоб мне кажется я сейчас приду а моего сына видеть и трея я на тебя на секунду перестал смотреть под уже съебал куда-то не ну правильно мальчик бой где ты подождите подождите не в ту сторону я думал тут можно что-то найти отрей так куда ты пошел с ему сейчас звучка предстоит я думаю его кто-то поймает подожди меня музыка такая напряженная ты его сейчас убить хотят там да блять из всех путей я выбрал все неправильные батис топографическим кретинизмом это ведьма какая-то этот кабан был твоим мужем что произошло мы не знали что он чей-то он не чей-то он мой друг а вдруг мальчик выполнял мой приказ тогда помоги мне подержи вот здесь держи говорю он теряет кровь он последний в этом мире а вы давай стрелять добывали еду до кому откуда знаю очень очень жаль прижимай сильнее моего сына надо обучать следить надо было твоя вина нет я ему не позволю так ваша стрела перебила артерию найди оба конца и клей молодец и молодец хорошо стрельнул то есть я имею ввиду да 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 сейчас поможет сперва слева зажми и держи удерживайте z теперь справа зажми крепче да теперь соедини их и держи ровнее кратаса обучают восстанавливать жизнь его обучают не только забирать жизнь но и спасать жизнь блин это клёво ебан мой дом вон там за деревьями ты его понесешь сын неси он не должен погибнуть окей сейчас он спокоен твой кабан моя еда на самом деле но ладно ничего себе ты ботаник суши неплохо у нас теперь есть походу товарищ ведьма ой сын готовься стреляем дальше устраиваем великую охоту бегать я не умею когда на мне кабан мы до вырос вот да нет не скачает уже значит все рассказывает сразу сын ты не знаешь кто этот не знаешь насколько она помогает нам насколько она опасно насколько она хорошая чё тут ей рассказываешь красиво здесь кстати говоря как сакуры знаешь мартышка and ай черепаха вау слушай вот это у тебя модный дом я тоже такой хочу круто да нет сейчас он тебя съест мальчик сын не надо идти слушай ну вообще это замечательно мой сын может расти с женщиной и с людьми и с созданиями и не быть окруженным убийствами смертью и болью как это было со мной это это ли не то чего я хочу для своего сына чтобы в отличие от меня ему не пришлось бесконечно на всех злиться убивать убивать богов выживать каждую секунду выживать конечно нужно всем и всегда но по крайней мере видишь он может не быть таким одиноким мне так удобней мой отец тоже не любит людей сын ну 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 то есть шиппер малолетний хлебни там сейчас помрет отдохнет мне нужно еще две вещи краснокорень растет прямо за домом принесешь медий сын мы тут пока по-взрослому поговорим с женщиной что еще чё надо ты я вижу что ты бог не из этого мира но ясно сразу а он не только не знает кто ты и кто он сам это не твое дело значит кратос уже стал богом после того видимо как он убил предыдущего бога войны он сам стал богом войны справедливо когда тебя найдут они найдут ты не обрадуешься они не обрадуешься с этим я сам разберусь защитить его от правды ты не сможешь кто такая вообще какая-то рандомная женщина начала мне рассказывать что делать я как-нибудь сам разберусь нету она конечно говорит правильно на самом деле она права сыну надо будет рассказать на всему свое время есть вещи которые нужно рассказать в нужный момент есть вещи которые нужно рассказать в определенный момент в нужный момент не просто так типа а что я по-твоему скажу моему сыну. Блядь, сын, ну, ты понимаешь, я бог. Да, а еще я убил кучу богов. Да, да, да. А еще за мной гоняется какой-то больной бомж, которому я голову оторвал. Да, 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 сын. Да, да, да. Да? Ты так представляешь? Нужно время. Нужно момент, чтобы рассказать. Тогда все будет. Умная такая, ишь. Вот так бы и рассказала сама, если бы такая умная была. Была бы такая умная, одна бы не жила. Поняла меня? Задела, блин. Пойду скупаюсь. Нет, не скупаюсь. Так, ладно, она сказала это в саду. Сердечник белый. Сын, сердечник видел? Она мне нравится. Живет под брюхом черепахи. Ты слишком много болтаешь. Мы не знаем, можно ли ей доверять. Она не нападала. Ну и что? Пока. Вот именно. Пока, сын. Сердечник. Белый цветок. Белый цветок. Да ты там не рычи. Я ж не при тебя говорю. Тебе-то я доверяю. Это хорошая черепаха. Вот он. А, это гриб. Сейчас твой кабан там сдохнет, пока я ищу. А сама метнуться не хочешь, нет? А где? Белый цветок в саду. Сын, мы не в саду? Ладно, пойдем в другой сад. Может быть здесь не один сад? Может он с другой стороны? А, ну да, конечно. Да. От сердца и от почек принес я вам цветочек. Запихни его в кабана, и кабану станет получше. Она мне нравится, говорит, живет под брюхом черепахи. Он так это забавно сказал. Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? И он, мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя. Без обеих трав мазь не получится. Если ты такая хорошая, такая добрая, такая гримпис, то почему у тебя череп лося какой-то висит здесь? Здорово, мужик. Я тебе сейчас все принесу. Пойдем. Сын, где та вот травка, которую заказывала эта женщина, живущая под брюхом черепахи? Где она? Не, сын, я тоже... Куда? Где? Поможешь? А, вот он. У меня... Никак... Ты это умудрился потерять, как только побежал. Да. А, то есть он даже не подумал использовать нож? Я... Я же не мог его... Ты его потерял. Дебил. Я теперь буду внимательнее. Ммм... Радуйся, что не все к тебе. Лобарика за тупость. Ой, сынок, сынок. Я же тебя, конечно, люблю, кровинушка. Но ты что ж такой-то растяпа? Это был моей жены. Твоей матери нож. Как ты умудрился его сразу просрать? Вот это я красиво вошел. Пау. Как батя. На. Да, то, что нужно. Ты что, она радиоактивная там у тебя? Что с ней? Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. Убили блин кабана на свою голову. Что ты хочешь? Тоже мне поточить хочешь? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от... Тех, кто хочет вам навредить. Не сказала. Не сказала. Знак хаоситов, что ли? Люина. Люина. Хэмили. Люина. Хэмили. Гадья. Водор. По домам есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе. А затем на свет солнца. Вот это мы кабана, конечно, вальнули на свою голову. Женщину какую-то нашли. А мы с тобой еще увидимся. Мы еще увидимся? Ха? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Так ты мне визиточку тогда хотя бы оставь. Я к тебе орла потом пошлю. Голубями будем общаться. Может быть я типа потом как-нибудь хочу найти. А, понял. Вы получили компас ведьмы. Я не понял. Куда ты успела его запихнуть? Стойте. Возьмите Энк. Его помощи вы всегда найдете вернуть к землеров. Вот она сейчас отдала. Он укажет вам дорогу к цели. Понял. Компас ведьмы. Подсказывает нам куда идти. Да. О, 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 о. А я вижу трупы. Я вижу ограбить. Чувствую себя прекрасно. А! Ебой! Сын, откуда ты знаешь кто это? У меня сын и такой вообще воспитанный. Стреляй. Плохо стреляешь, сын. Кошмары. Мама про них рассказывает. Не знал, что это происходит. Кошмары. Да. Один из них кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у меня нельзя спросить. Я не понимаю, что это такое, как это работает. Но оно не открывается. Блин, я сейчас прям вошел в роль. Типа, я первый раз вижу вещь. Я не понимаю, как она работает. И моя первая реакция, это захуячить ее топором. Все, что не открывается, все может быть сломано топором. Что тут? Талисман сосредоточие жизни. Прилив здоровья. А, это разные талисманчики мы можем с тобой активировать. Вековая удача. Память о покойной жене Кратоса. Прилив здоровья. Для примирения нажмите Q плюс Е. Прилив здоровья. Клю Плюс Е, это, видимо, активирует мою силу. Смотри, кстати говоря, на топоре видны все руны, которые мы активировали. Прикольно. Сын, я, по-твоему, слепой? Я не понял. У меня близорукость. Зрение минус три. Я не понял, что это там было. Ты видел? Ну, вот это вот, которые на земле какие-то были. На стене, точнее. 300 метров. Мой сын. А чем болен мой сын? Блин, я вообще ничего не знаю о моем сыне. Я даже его имя узнал только что. Смотри, как мы близко. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах. Если это запах моря... Море воняет. Ну, море воняет, это правда. Но, кстати говоря, не уверен, что мы в море. Это выглядит больше как... Смотри-ка, это Тор. Тор. Бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал моего... Ну, здорово, Тор. Накидаю тебя. О том, кто не чувствует боли. Похоже на Бальдер. О том, кто не чувствует... Бальдер. Он ас. Сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? Парень, который не чувствует боли. Это про нашего товарища, с которым мы дрались с тобой. Так он бог был? Ну, хотя да, он был бог, это очевидно. Но я его убил. Боли он не чувствует, но смерть он вполне себе чувствует. Бальдер. Написано. Пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Донаты даже здесь. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Так я могу его обратно притянуть. Проблем нету. Правда бросишь? Интересно, а весло считается оружием? Я веслом нахуячить могу так сильно, чтобы он здоров. Не вернулся. Не вернулся. А я верю всему... Ебать! Это какая-то ворота огромная. Ёб твою! А я верю всему, что написано на стенах. Или как? Или только этой надписи? Что происходит? Что происходит? Мы новую землю открыли какую-то? Что это такое? Это похоже на какую-то жижу. Еб твою мать! Ебать! Ох, сука! Какой же он стрёмный! Ох, сука! Ох, сука! Охуеть вообще! Вот, вот, вот поэтому я боюсь воды. Не похож на доброго. Смотри, вон там разбитый корабль. Видишь? я тебя разбудил просто что воду поднял змей вылез и вода уголода было надо да вот почему тут берега раньше не было да а вон гора и это строение ведет от подножия горы к золотому храму все это было под водой все кроме статуи здорово да там причал а почему он рядом с флагом а он товарищ мой какой же он охренительно огромный мировой змей мы разбудили мирового зверя мидгарда папа думал что у нас есть нового всегда называл юрман ганда добрым великаном он пытался с нами поговорить но я ничего не понял наверное был язык на котором говорят великаны кажется мы ему не интересны хотел бы с ним поговорить у меня столько вопросов откуда взялся чем он занимается что есть на обед то есть это ура борос это не йормунган чё ты меня обманываешь сын это и ура борос очень-очень давно вот поэтому я боюсь плавать в море окей если интересовался он телепортируется как он сюда забрался а как он сюда забрался учитывая что этот храм только что был под водой новые лавки ко мне наконец хлынет народ они будут локтями друг друга расталкивать чтобы глянуть вот так вот расталкивают смотри вот так вот как ты бы ты был под водой пустей я не могу дойти до тебя лови вот куча камней этим ключом и гдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа а это если видишь где такую дверь можно быстро фаст тревел работает в один конец только сюда и никуда больше и чтобы не случилось никогда ни за что никогда ни за что когда если жизнь и расходок тебе дороги не сходи с тропы никогда ни за что ни за что когда это судя по всему у нас главное это точка в которую мы с тобой сможем возвращаться в любой момент да 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 это у нас будет с тобой главная башня в которую мы будем с тобой приходить для того чтобы что-то найти стоп а мы будем я смогу убить эту здоровенную змеюку а где она вон она спит смотри пиздец она конечно страшная мне очень нравится отношение моего сына ко всему ну такая типа интересно пиздец интересно прям знаешь очень по-детски это здорово я очень рад что у него еще не пропала его вера в лучшее скажем так и вот такая наивный смысл я рядом антрей обрел уверенность себе теперь он будет поддерживать кратоса в бою проводя физические атаки по возможности его способности можно улучшать а мужики вы люди или кто план тогда вас будут опором у вороты ле 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 полез 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 слушай он неплох молодец родной клёво мой сын научился делать полезные вещи давай сыр двой и добивающие молодец сынок это твой ты его победил горжусь тобой у нас горе почему-то там готова эти луны слушай а мой сын прям очень умный такой то есть если я такой знаешь больше я ломать то мой сын и я ломать и я думать так а мне надо сюда или куда не очень понятно пока что как вообще надо двигаться куда надо двигаться но хорошо что у меня есть с тобою возможность смотреть копос компас очень удобно люблю когда игра дает четкие понимания куда надо телек потому что вну прям в такой игре можно легко потеряться я вот тебе честно скажу игра-то огромная блин очень напоминает мне здорово ребят а что у вас тут происходит не знаю веселуха парней едят какие-то рыбы а это я хотел сказать очень напоминает мне резидент и был я думаю на этом может быть тебе и понравится игра потому что резидент нам с тобой очень зашел в свое время ворота 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 да он взрывается больно так сюда мне пока рано наверное понял чуть не сдох понял тебя сын туда ходить не нужно если ты вдруг хотел то теперь ты знаешь здесь еще а это еще одна сказка у нас с тобой будет смотри мировой змей мировой зверь может убить тора больше чем шкаф найдите все святилища йотунов каждое святилище хранит историю легендарного великана сколько мы их можем найти то есть от секреточки которые мы с тобой можем надыбать чё написано я понял сынша нам нужен ключ можешь не повторять а вот это распускает яд и когда мы его замораживаем тогда яд не расходится дальше блин мне нравится здесь такие вот знаешь везде какие-то маленькие маленькие загадочки тут и там это прикольно то есть это именно интересненько погнали вниз сейчас будет драка я думал сын хотя кстати может быть и нет подожди что это такое выглядит подозрительно так откуда я воду да ты жизни мало у меня можешь пожалуйста не появляться что такое что это такое я не знаю что это такое ты видишь его сын я чувствую а вот он добивает добивай 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 стреляй еще 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 и добивайся рви на панель жёстко ты видел это похоже одновременно на какой-то и на змею и на кота какого-то у маска была а это маска мне не нужно да может быть это тоже сборная какая-то это фрагмент шифра нужно найти еще несколько таких подожди а че это за херобора там че такая что это на в любой сложной ситуации просто ногами его херач твоя мать называла такой твоя мать мерзкое колдовство это она научила меня как с ними справляться так ага понял удобно то есть он не может прыгать туда куда прыгать не нужно это можно активировать я думаю ты там еще вот это давай не звезди слышь под руку еще подзвянкивая что-то там а пред горе и не говорится сэванхив какой-то кайф как выглядит круто а это его брат он нам не нужен я очень извиняюсь откуда у тебя этот топор это тебя не я тоже кстати интересуюсь этим вопросом с этим не спорю но я его знаю это один из наших и его не для тебя ковали прочь дороги у этого мелкого огроменные яйца ты посмотри для кого мы его сделали да очень дорога и я буду это для моей жены возможно если окажется что ты с ней что ты сделал я молодец 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 несмотря на то какой я огромный пытается передо мной драться это круто храбрый парень голова у тебя выглядит как у рыбы молота конечно но храбрый она была воином я не просил тебя ни о чем тебя никто не просит вот именно ка-ха-ха-хо-ха ка-ха-ха к км Молодец. Умный. Бигфакин брейн. Тот смурфик это братишка твой? Мне то же самое говорил он. Ну давай попробуем, че? Если не улучшишь топор. Мог бы положить его вон туда. Рукоять такая грязная. Надавил, 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 надавил. А со смурфиком так не сработало. Да у тебя ж перчатки, че-то вот это от выпендриваешься. У тебя ж перчатки, помоешь их в ближайшей воде и все. Заметь, он на смурфика не давил, потому что смурфик игнорировал его. А на этого решил давить, потому что он слабый. Я тебе что скажу? Тут надо всегда, особенно если люди тебя не знают, показывать свои сильные стороны. Не нужно выпендриваться или показываться тем, что ты не уверен в себе. Слабость не вызывает почитания, вызывает почитание силы. И вот видишь, смурфик показал себя сильным, ну или по крайней мере пофигистичным. И поэтому даже Кратос на него не давил. Прикольно. Он что-то сделал? Он же ничего сделать не успел. Кратос, ты рано забрал. В ламках появились камни воскрешения. Купленные камни воскрешения Атрей может оживлять погибшего Кратоса. А, ну то есть если я простофилиюсь очень сильно, он может меня воскресить. Существует несколько типов. Атрей может носить с собой только один. Оживляющий Кратоса с небольшим запасом здоровья. Может быть только один у вас. Ну это короче дополнительное здоровье, если нужно. Я умирать не собираюсь. Нажмите F, чтобы использую. Я умирать не собираюсь, все хорошо. Так, а что у тебя еще есть? Чары. Символы. А, чары. Да? Что такое чары? Подожди, а что такое чары? Повышает удачу. Давай я куплю. Нахрена мне чары? Повышенная удача. Пойдем попробуем активировать. Я думаю, чары нужно активировать в оружие и в броню, которая у нас появляется. Колчан когтя. Улучшение стрел. Стрелы мне не особо нужны. Талисманы. Уникальные эффекты. А, это вот я нашел один талисман недавно. Вот мы его использовали в средоточии жизни. Броня для рук. Плюс защита, плюс сила. Мы будем с тобой силу делать. Потому что нам с тобой нужно людей бить. Чем больше мы будем людей бить, тем больше они будут умирать. Тем больше они будут умирать, тем меньше урона они будут мне наносить. Логично? Логично. Поэтому мы будем их всех просто убивать. Так, подожди, а я вообще одел эту броню? Не пропаду. Броня. Я одел эту броню? А я не одел эту броню в прошлый раз. На плечники. Одел. Сила. Удача 4. А что дает удача? Гнездо для чар. Лучше вот это вот. Гнездо для чар это нужно. Давай гнездо для чар и сюда впихулем. Не знаю, нахрена мне удача. Давай символ угрозы вставим. Не знаю, зачем мне удача. В комментах напиши, пожалуйста, что такое удача вообще. Я на удачу не полагаюсь. Давай вот эту лучше. И гнездо сюда впихнем. Вот как раз к удачу 5. Наверное, больше предметов напопадается. Или что-то такое. Талисман. Ну все. Вот это мы с тобой родной оделись. Что хочешь? Двадцать троллей покричали ради него. Это да. Че там у тебя в глазах такого? Что? Не ходи где попало. С тех пор, как ушли все люди, никого хорошего не осталось. Не люблю обобщать, но обычно местные пытаются тебя убить. Я знаю. Да, да. Это я видел. Много раз. Это, конечно, не мое дело, но я бы на твоем месте смыл этот символ Шей. Нам сказали, что это нас защитит. Это была ложь? О, нет. Защита, конечно, вполне надежная. Да, но чтоб ты знал, этот пигмент всегда разводится кабаней и мочой. Как считаешь, это лучше, чем погибнуть? Ну, получше. Ну, шея твоя. Забавный мужик. Ладно. Давай мы пока на этом закончим. Я надеюсь, тебе это нравится. Надеюсь, тебе интересно за этим следить. Мне интересно это проходить. Подписывайся на канал. Оставляй свои комментарии. Пока что на этом все. Увидимся в следующих сериях. Пока. До скорого, родной. Удачи.